В 2019 году уровень загрязнения города характеризовался как высокий. По итогам 2020 года, то есть данные будут в конце июня, данные возгибромета, но по предварительным оценкам уровень загрязнения остается таким же. Количество выбросов в 2020 году составило 43 тысячи тонн. И сегодня, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию к увеличению этих выбросов. То есть по сравнению с прошлым годом выбросы в городе выросли на 11%. Основной вклад в загрязнение города, это более 80%, то есть вносит Русал-Ачинск, градообразующие предприятия. Также основной вклад в загрязнение вносит частный сектор, выбросы которого на сегодняшний день, к сожалению, официальной статистикой не учитываются. Вот как раз для того, чтобы определить вклад таких источников, мы сегодня начали работу по выполнению сводных томов ПДВ. Также оценим влияние социально-коммунальной транспортной инфраструктуры. Работа будет закончена в конце текущего года. В октябре прошлого года министерство направляло в адрес администрации комплекс мер по уменьшению выбросов. На рассмотрение попросили составить мероприятие по этому комплексу. Мы получили ответ от администрации, но, к сожалению, документ оказался нерабочим, поскольку мероприятия носят исключительно формальный характер. Такие, как контроль проведения, муниципального контроля за зелеными насаждениями, за соглашениями. Есть мероприятия по реконструкции ливневой канализации. Хорошее мероприятие, на самом деле это очень важно, поскольку отсутствие ливневой канализации у нас сегодня влияет на то, что уборка улиц у нас практически бесполезна. То есть вторичное пыление имеет место быть. Но мероприятие, к сожалению, не проработано. То есть мы не видим никакой финансовой составляющей этого мероприятия. Если вы проводите инвентаризацию, то вопрос, есть ли у вас деньги на эту инвентаризацию, из какого бюджета эти деньги будут, кто будет разрабатывать ОСД и так далее. Также не проработан абсолютно вопрос перевода частного сектора на альтернативные источники теплоснабжения. То есть здесь про частный сектор в этих мероприятиях вообще речи не идет никакой абсолютно. Потом по переводу малых котельных по замещению. Администрация города почему-то предложила министерству обратиться непосредственно в коммерческие структуры, в ведении которых находятся эти малые котельные. Хочу отметить, что в Красноярске у нас ведется такая работа на сегодняшний день. И эта работа ведется органами местного самоуправления, непосредственно администрации и сибирской генерирующей компании. То есть здесь мы предлагаем все-таки администрации города более тщательно проработать, то есть провести инвентаризацию и самим проработать этот вопрос и представить перечень этих котельных, которые планируются заместить. Что касается у нас основного загрязнителя Русал-Ачинск, мы, к сожалению, получили ответ о том, что предприятие работает в пределах технологических показателей НДТ. И мероприятие нам не представило на сегодняшний день. Но, еще раз говорю, тенденции к уменьшению выбросов нет, и поэтому нам бы хотелось, чтобы все-таки мероприятие совместно с органами местного самоуправления, с Министерством промышленности края, с законодательным собранием, с промышленными предприятиями, то есть были проработаны и представлены в адресе Министерства.